уважаемые друзья здравствуйте начинаем цикл передач посвященные различным заболеваниям томата в условиях защищенного грунта заболевание томата разделяется на две группы первые из них неинфекционные или физиологические заболевания обычно происходит в результате нарушения условий в почве температурных влажностных режимов и так далее вторая группа заболеваний это инфекционные болезни паразитические которые делятся на грибные бактериальные а также на вирусные сегодня мы вам расскажем о неинфекционном заболевание томата это физиологическое нарушение которое называется вершина гниль плодов томата вершина гнил плодов томата обычно встречается практически у многих сортов томата как плоских форм так и сливовидных форм и отличительным признаком проявления этой болезни является проявление на вершине плода сначала светлым потом светло-кодичневым темным пятнам по мере роста плода размер этой черной части увеличивается становится твердым и обычно эти плоды очень рано начинает созревать если этих этих плодов оставлять на растении со временем на них появляются плесневые грибы и эти плоды уже может могут гнить и опадать с растений в чем причина проявления этого заболевания во первых уже отметили это сортовой признак можно наблюдать конечно же не у всех сортов но тем не менее есть некоторые сорта который часто поражается этим физиологическим заболеванием это происходит обычно когда высокая температура высокая освещенность при недостатке влаги в корневой системе это приводит к недостаче кальция и начинает вот развивается такая болезнь поэтому чтобы предотвратить это заболевание естественно первое что надо делать это подобрать те сорта который обычно не поражается этой болезнью зависимость от типа почвы условия теплицы и так далее подобрать устойчивый сорта к этому заболевания второе регулярный полив чтобы влажность грунта во время завязывания развития плода всегда было на уровне 70 80 процентов при подкормке растений естественно надо учитывать чтобы не кормить растения с удобрением который содержится аммоний еще один важный момент конечно это всегда избегать избыточное количество азота избыточное количество азота ускоряет увеличивать рост растений и плодов а в свою очередь поступление кальция не успевает за этим посту и поэтому всегда получается недостаток кальция и это приводит к такому вот явлению есть вторая причина возникновения вершины гнили плодов это уже бактериального происхождения сначала на вершине плода формируется водянистая серовато-зеленые пятна мягкая и со временем плод становится очень мягким со специфическим запахом если вы у себя на участке в теплице заметили вершинный гнил плодов томата какой из них не инфекционная какой инфекционной вы можете определить по состоянию вершина гниль плодов автомата который основа является нехватка кальция это сухая гниль плод твердый когда бактериальная основа плод очень мягкий и со специфическим запахом и течет сок с этого плода естественно такие плоды необходимо срочно собрать и вытянуть принципе если даже здесь круг плод крупной вот такого размера можно кончик обрезать и плод можно использовать тут ничего такого нету меры борьбы какие уже мы отметили это использование подбор сортов устойчивых к этому заболевания регулярный полив особенно флаг время цветения завязывания плодов и роста плодов своевременное опрыскивание растений с удобрениями которые содержатся кальций и дозированное использование азота вы можете читать много сообщений о том что можно использовать яичную скорлупу конечно можно использовать яичный яичную скорлупу надо иметь ввиду что кальций яичные скорлупы это в органической форме растениям кальций нужен на минеральной основе поэтому чтобы с яичной скорлупы кальций был доступен для растений томата как минимум должно пройти 5-6 месяцев и плюс еще не необходимо также избегать повреждения корневой системы во время врыхления растений вокруг растений уважаемые друзья подписывайтесь на наш канал те кто подписался ставки ставьте лайки задавайте ваши вопросы отправьте ваши комментарии на них будем отвечать здоровых вам плодов томат уважаемые друзья